Всем привет! Мы с вами находимся на автодроме Смоленское кольцо Здесь, в городе Дорогобуш, эта трасса находится Ну, рядом с городом Дорогобуш, рядом с поселком Верхний Днепровский Ну и, соответственно, это та трасса, на которой проходит у нас в этом году уже третий по счету этап российской серии кольцевых гонок И вообще, надо сказать, что у нас сегодня здесь же первый соревновательный день прошел Было в классе суперпродакшн, много очень аварий, было много сходов В туринге все прошло относительно спокойно Мы приехали сюда накануне, вчера, ну и вот сегодня мне удалось пообщаться с некоторыми гонщиками И сейчас я вам покажу, что же интересного они здесь говорили Покажу некоторые интересные машинки, которые здесь есть Я в этом году впервые приехал на российскую серию кольцевых гонок Комментировал эти самые гонки из Останкина Первые два этапа, которые состоялись в Грозном и в Нижнем Новгороде Ну вот, посмотрите, так эта трасса выглядит Вот эти самые жесткие поребрики Трасса здесь чуть больше трех километров Три километра и там 375 метров, по-моему, ее протяженность Очень здесь такой хороший перепад высот Не такой большой, как в Казани, но тем не менее Трасса очень живописная, в месте находится Вот там чуть дальше, наверное, метров еще стоят Там течет Днепр ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас мы находимся в боксах команды Лукойл Рейтинг Вот Андрей Масленников, Андрюха сегодня победил Выиграл на своей машине На СИАТе Вот его. Машина стоит где там Как у тебя сегодня все сложилось? Да, в принципе, все удачно С тестов было понятно, что чуть-чуть быстрее Как бы в тренировке и в квалификации Все вроде как удалось собрать быстрые руки и не ошибиться Андрей, ну а расскажи немножко про свою машину Что это такое, что это за автомобиль? Леша про свою рассказал Как это сейчас называется Купри Леон Это как бы СИАТ Леон, так скажем СИАТ Леон, так скажем В прошлом поколении он был с ДСГ-коробкой Ну это Кубковая машина Сейчас она модернизирована Как бы для требований ТСР Поставлена секментальная коробка По подвеске тоже чуть изменения Другие амортизаторы Там Кубковый Бриджтайн стоит Здесь уже Йоленс В принципе все обычно, все как и в Ауди В принципе все похоже Ну вот смотри, давай про руль расскажи Я вот смотри, он похож на то, что в Формуле 1 есть, да? Ну и сейчас современные, видимо, может быть рули уже там был как рестайлинг такой, так скажем Они вообще вот такие вот уже обрезанные А можно фу, Клим? У Клима там, у них совсем обрезанная, другая модернизация была, обновление Ну он с гидроусилителем, да, я так понимаю? Электроусилитель Так, что вот эта кнопка значит, синяя, желтая? Это желтые флаги, но мы не пользуемся этой кнопкой, это рации Это для длинных гонок 4 calls yellow Ну, желтые флаги, режимы желтых флагов На всем круге как бы, да? Это лимитатор для старта Это выбирать тут менюшки в приборке А в приборке что ты вообще видишь? Что это показывает? Ну, время круга, улучшение диффа по сектору В общем, оно, в принципе, не то, что по сектору Практически очень много секторов дробит и показывает Ну, там, температуру, давление масла, обороты Сидиодики показывают, вот здесь они дублируются Когда переключатся Здесь тоже есть каркас безопасности Соответственно, слева сцепление, да? Ну да, не пользуешься, в принципе, только для старта сцепления Но работаешь двумя ногами, то есть, левой тормозишь Правой же межгаз Ну, некоторые есть, вот даже в Европе пилоты Правой ногой, в общем, тормозят По-моему, там, шейдан Или, может, я что-то путаю Ну, кто-то из них там правой ногой тормозит Ну, а так, в основном, все... То есть, мне пришлось немножко переучиваться после вот форда То, что там кулачковая коробка обычная, поисковая Там я правой ногой тормаживался Ну, соответственно, сцеплением еще на понижение работал Здесь левой ногой Ну, вот так эта машинка выглядит Там место для балласта, да, вот с правой стороны? Да, с правой стороны В принципе, тут тормоза, здесь тандем с двумя цилиндрами Перед, зад Он регулируется вот через шток Вот этой крутилкой Плюс еще кран назад, там вот щелка Давление в заднем контуре тормозов Понятно А вот это Ауди Алексея Дудукало Но сам Алексей убежал, он нам сейчас очень много всего рассказал Пока тут шел дождь, нас залило, и вы видели, да, что в боксе Вот Ауди Ну, Андрей, нам, может, расскажешь что-нибудь про эту машинку? На самом деле, я не сильно знаю, но в механическую часть не лезу Вот, как я на форде ездил, там, в сам мотор лазил Но здесь мотор... Ну, ты сам же машину раньше обслуживал, да? Ваговский, это Ген Трион Ну, на современном А4, на полнопривод В общем-то, подобные моторы ставят Здесь чуть другое, даже не Ген Три, это, по-моему, даже как четвертого поколения считается Гольф GDI Смотри, а вот эта штука, что это такое? Ну, он судейский, с трассы как бы время круга отсекает То есть, судей там... А, ну, это как раз то, что лайфтайминг называется, да? Да, лайфтайминг На официальную часть его ставим А на тестах вы его не ставите? Ну, не используем Ну, в принципе, можно там у трассы ездить, как бы, своя вот эта система, которая время круг контролирует Можно у них вот брать распечатки, чтобы она, в принципе, ставить Ну, здесь свои дилеметры, блять, нет смысла Друзья, кстати, вот это не краска, это пленка, получается На твоей машине тоже пленка, да? По-моему, там она с красным фоном все-таки Здесь-то, мы видим, машина серого цвета Ну, да, она пленка, хотя он понятно Такие колеса, это шины Yoko Gama Они мягкие, да, такие достаточно? Достаточно мягкие, но быстро уходят, в общем, он такой мощный на переднем приводе В принципе, работает один круг быстро, так скажем Потом это все дойдет на уменьшение, на увеличение времени круга, так скажем В принципе, здесь с мотором, я так понимаю, минимум таких изменений Система вентиляции картера немного изменена А ты пробовал на такой ездить, как у Алексея, или не пробовал? Да, мы ехали в дневную гонку в прошлом году А, вот это Ахмат, то, что был, да, Ахмат Понравилось тебе, что похожа на машину, конечно? Ну, в прошлом году, чуть, я доездил на DSG же в прошлом году, там, 4 этапа Ну, DSG, по сути, это, грубо говоря, автомат, да? Ну, не то, чтобы автомат То повышение, в принципе, оно превышает практически так же до издачи Ну, понижение чуть... Ну, здесь тоже есть защита, здесь нельзя перекрутить машину Она не дает вниз... Можно бы, как бы, по ощущениям, сильнее тормозить мотором Так выглядит Audi RS3 LMS Машина, на которой выступает Алексей Дудукало Вот это, кстати, место для так называемого балласта Который добавляют после успешных результатов Здесь вот такая сложная система Есть каркас безопасности Там различные всякие судейские датчики Панель приборов Это вот такой здоровый ручник Он здесь практически как в ралли Ну, и вот это, сверху, это, собственно, верхняя часть топливного бака Он здесь такой необычной формы Это топливный бак специальный гоночный Ну, и, соответственно, здесь можно несколько, как бы, использовать заправочных систем Но вот команда использует данную систему, которая... В таких гонках она наиболее, наверное, оптимальна И смотрите, что с покрышками Это покрышки Yaku Gama достаточно мягкие И здесь, в Смоленске, они достаточно быстро заканчиваются То есть, можно фактически колеса убить за один-два круга Это колеса, которые проехали в гонку Видите, они тут с такими червячками Использованы 25 тысяч рублей стоит одно колесо 25 тысяч рублей стоит одно колесо И, представляете, вот на тестах тут можно только за два-три дня тестов потратить миллион, миллион, миллион и полтора чисто на колеса Представляете, да? Насколько дорого выступать в туринге Но, тем не менее, это очень крутые машины, очень быстрые машины И, наверное, самые такие красивые, если говорить о российском кольце Вот так выглядят дождевые покрышки Это слиг, на котором они выступают, да? Да Новые вот они А, нет Тоже не новые А, хотя вот эти вот новые Они проехали прогревочный круг перед стартом Вот эти? Да А, ну я смотрю Практически даже Еще и покрышки Угу Потом их сняли на стартовой решетке и одели слиг Угу Понятно Просто прогревочный Ну, короче, буквально один круг они проехали Практически не стерлись, да? Ну, это просто так, в таком прогулочном Гритме Понятно А вот эти сколько проехали примерно? Сколько? Гонку, наверное, да? Менец? Больше? Сколько? Да Ну, можно сказать, гонку проехали Это вот она так, это она так плавится или она что, это собирает, получается, да, покрышки? Ну, она греется и начинает, как бы, ну, слой, слой Начинает, поленечко, а тем из-за температуры Hyundai i30, да, это же новая машина получается Ну, да Она только с этого сезона в российском кольце появилась И на ней в Луколе выступает Иван Лукашевич Посмотрите Здесь, ну, таких кардинальных, наверное, отличий нет Но, с другой стороны, как сказал Алексей Дубикало, машина более такая Приспособленная, что ли, для гонок И машина, созданная с другой философией Созданная в Германии, кстати говоря Это Hyundai i30 Тоже в наклейках команды «Лукойл Рейсинг» Тоже вот этот судейский датчик О, для отсечек Видите, нас тут как залило И я дождь пережирал в боксах этой команды Вот что здесь у Ивана Лукашевича произошло Когда они с Михаилом Грачевым сегодня сошлись И порог помят, и дверь правая И вот эта штуковина В закрылок болтается после всего этого удара Ну, вот так Такое сражение А вот это, соответственно Это оторвалось, как кажется, в результате этого контакта Да, сегодня? Да И вот это то, что Миша как бы въехал И что у них произошло Да, да, да Какая-то пересос Да Вот такая машина у Ивана Лукашевича А там вы что-то заправляете? Это топливо или что это? Да, сейчас сливаем топливо просто Старое? Ну, не то, что старое Просто то, что осталось, мы всегда проверяем А для чего это делается? Чтобы знать просто вес обязательно А Чтобы топливо пока остается Я понял То есть это после каждой гонки делается, да? Топливо сливается? А там какая-то сложная система, нет? Система для слив, потому что Судьи обязательно должны знать там сколько топлива Им нужно на пробу брать И применяется такой клапан Просто дозъемный То есть вставили и все И в машине предусмотрено Ну, такая, пультик Вставляешь в определенную точку На кнопку нажал, вот она заработала То есть машина заводительная А сколько времени нужно вот Чтобы там Тут же сколько? 100 литров, да? Вмещаешь? Да, 100 литров Ну, где-то 25 литров, наверное Наливает, может быть Ну, за пять То есть это такая быстрая система Относительно быстро, да Ну, а вообще эти машины Вот они по конструкции Сильно так друг от друга отличаются? Нет? По системам, я не знаю Ну, вот Volkswagen Вот Volkswagen Это одна и та же тележка Соответственно, разные Кузова просто Внешне Hyundai Он, конечно, отличается Причем приличный Потому что, ну, другая, скажем так Архитектура Я понял Здесь используются в основном Заводские запчасти И машины компонуются Ну, практически Если вы откроете капота После 50 Вы можете увидеть то же самое практически А я думал, что обшивка Она снимается или нет? Снимается Да Ну, то есть вы на гонках Снимаете или нет? Нет Это базовая обшивка Зачем ее снимать? Она не весит, в принципе, ничего Но это еще и хороший внешний вид А еще я хочу вас познакомить с Айдаром Нуриевым Я, как вы знаете, живу в Казани 7 лет Айдар тоже парень из Казани И, соответственно, он здорово выступал И в прошлом году И в ралли-кроссе Но здесь у меня что-то с этой машиной не складывается Что у тебя происходит? На самом деле, как бы я этого, возможно, не ожидал Построили новый автомобиль Мы нашли скорость Но пока не можем найти надежность И уже на протяжении двух этапов У нас проблемы с мотором В нижнем вообще не удалось там выехать на старт Но сегодня То есть был хороший темп, была скорость Но... Но тебе полкруга не хватило Да Ну, круг, наверное То есть я на стартовой, финишной прямой Я увидел там последний круг И в конце прямой у меня там просто застучало Все застучало, задымело И пришлось ехать Было, да, во время заездов на пятом кругу И на десятом Были... Мотор выбрасывал масло Из-за этого я дымел И шоу такое строил небольшое Да, ну, то есть команда была там не останавливаться Ехать дальше И мы понимали то, что это, как бы, кратковременный дым И, то есть, да, я на последних трех кругах увидел то, что у меня есть отрыв И я уже сбавил, как бы, обороты Переключался раньше не так сильно Крутил мотор Ну, все ровно вот не хватило буквально Чуть-чуть там каких-то трех километров одного круга Обидно, но... Хорошая тренировка для меня Надеюсь, все моя плохая вот эта аура останется здесь А в Европе все будет только положительно Ну, в Европе про оликросси Да, в Европе про оликросси И еще шатун Можно видеть Шатун у нас Вот это вот у тебя поломка случилась, да? Да, да, да В гонке Да, вот ребята Ничего себе Ничего себе Вылет на фото Где-то там под... В лотоне лежит Вылетел из блока и застрял в радиаторе? Пробил радиатор и застрял в радиаторе Представляете, да? Пробил радиатор А этот мотор у тебя стоковый получается? Или какой? Или какой-то расточенный там опять? Ну, по тех требованиям Как бы... Турбинг-лайта там У тебя их сколько вообще в запасе? Слав, это какой мотор? Третий? Будет третий Будет третий Это за этот уикенд За этот уикенд Последний будет третий, да? Больше нет моторок Ну, завтра последний гонок И... Эта машина Ravon Nexi R3 называется Ravon Nexi R3 Ребята говорят, что это по сути Chevrolet Aveo Это так оно и есть, да? Да, то есть Раньше это было Chevrolet Aveo Потом стало Ravon И... И что еще могу сказать? В принципе, мотор стандартный И коробка сегментальная стоит Слушай, от ралли-кроссовой машины Сильно отличается? Ну... Да, сильно отличается Как будто моторная машина слабее Но... Схожа она с коробкой передач Секвентальная коробка И тормоза более-менее Спортивные стоят Нестандартные IP-рейсинг Все в масле, что ли? Да, да Кто разорвался, бывает Такое А в остальном То есть Резина с лики Тоже машина такая Более точная Но в управлении Слушай, а в ралли-кроссе Там какие подкрышки? Там же не слив Или там что? Там... Там вот как бы с нарезкой Или с чем там? Там с небольшой нарезкой Называются они ОВН Купер Куперы Вот... Ну... В принципе, немного схожи они Ну, всем ралли-кроссе кольцо Тяжело сравнить Там скользко и здесь И сдержать Ну, в принципе, говорю По коробке, по тормозам И по точности управления Чем-то похоже Слушай, сколько вам надо времени Чтоб вот мотор там менять? Да сколько вы его можете сделать? Ну, если быстро, часа два, наверное Меньше двух часов 50 часов? Меньше двух часов Ну, да, если быстро Меньше двух часов Ну, в принципе, да, до завтра Еще время есть, да? Да, да, да Не торопясь В удовольствие Ну, за осень Да, да Вечер, я думаю Проверь Да, это он Антибитический Радиатор Радиатор Тоже как обиджа Ну, да Ну, это все-таки, что-то просто надо везде Большое ведро поставить Я понял Да А где дырка там? Дырай, не знаете, да? А, вон Где, где, где видишь? Вот, в блоке Вот, ты видел? Ага Вот, друзья Вот такая дырка Охренеть А мы еще думали Почему машина дымит? Какой цилиндр? Штерт, что ли, получается? А? Первый Первый Вот, дыра на первом цилиндре Оттуда вылетел Шатун И прям в радиатор Офигеть Ну, Айдара себе немножко не хватило Чуть, чуть, ну там, круг, да, наверное, где-то Не доехал Вообще, мог выиграть сегодня гонку Ну, ладно Я думаю, что завтра все будет круто Спасибо Спасибо, спасибо Слушай, это сегодня, да, случилось? Сегодня, да, он чуть-то боролся Сальник 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 Вот такие вмятины бывают Да Это еще урунда Бывает хуже, да? Намного хуже Ну, у тебя в ралли-просьте вообще там, наверное, капец бывает Ну, иногда не скажу Иногда, то есть, бывает вообще без единого касания У меня было так Был там, когда в Норвегии У меня я все выиграл, все 4 балла И выиграл полуфинал И в финале приехал вторым Она вообще без единого контакта за весь укин В этом году, кстати говоря, в чемпионате СМП и РСКГ появилась еще одна интересная команда Команда, которая называется Sofit Racing Это нижегородская команда, которая выступает в чемпионате НЛС на Волгах, на ВАЗовской технике Но в этом году в РСКГ они едут на Субару Субару, которые выступали в 2017 году Ну, и сегодня я с этой командой познакомился Сейчас к ним в гости сходим, посмотрим, что у них интересного есть У ребят тут сегодня были аварии в классе Super Production Причем самое интересное, да, что столкнулись два партнера по команде Ну и вот, что с бампером, видимо, стало Я, правда, не знаю, это от какой машины, от чей Или Дмитрия Лебедева, или... Вадим Антипова А это чей бампер? От какой машины, 22 или от 78? Дмитрия Лебедева, да? Так выглядят автомобили Subaru BRZ, команды Sofit Racing Той самой командой, которая выступает на Волгах в чемпионате МЛС, чемпионате классических автомобилей Ну, вы знаете мою любовь к Волгам и, соответственно, мою любовь к Subaru Так что, в принципе, я думаю, что не могу быть по-другому, чтобы я не познакомился с этими ребятами В черных и синих цветах команды Sofit Racing Subaru BRZ Очень интересная машина, заднеприводная, кстати, машина То есть, вообще в классе Super Production абсолютно разная У нас есть машинки, и переднеприводные, и вот заднеприводные Subaru Вот так она выглядит изнутри, посмотрите, какая красота, да? Эти машины в 2017 году здесь выступали В РСКГ, выиграли командный зачет Тогда это была команда открытия Ну, а сейчас это Sofit Racing И вот три Subaru, два в таком синем цвете, одна белая То, что мы с вами сейчас видим, очень классные машины Subaru'овский оппозитник Вот этот мотор, который известен во всем мире Легендарная машина, конечно Ну, более, наверное, легендарная это все-таки Impreza Или там, как она сейчас называется, WRX STI А вот что касается BRZ Ну, тоже интересная машинка Она не так давно была создана, все-таки Относительно Impreza, но тем не менее Это машина Павла Пастушкова Но она в таком более-менее нормальном состоянии А вот ребята сегодня, Дмитрий Леведев, Дефея И Нантипов, они у нас столкнулись Битрий Леведев сегодня Машины под номерами 22 и 78 столкнулись И вот что случилось с одной Subaru'овской фарой Посмотрите, она вся в хлам После этого столкновения Но, с другой стороны, механики уже все достаточно быстро поменяли И тут никаких проблем не возникло Фара, наверное, самое простое, что можно было тут поменять Колесо, которое проехало одну гонку Видите, как сильно оно изнашивается Ну, Subaru BRZ очень красивая машина Их три сейчас Это Григорий Бурлупский Человек, который в том году ездил в двух классах Сейчас выступает только в Туринге Григорий, у тебя сегодня такая спокойная гонка получилась, да? Ну, как спокойная? Ты, по крайней мере, никого не выносил Куда никто не выносил? Да, нет, ну да Слава Богу, без этого Сегодня гонка получилась у нас такая максимально профессиональная Все пилоты вели себя корректно Ну, по отношению ко мне Ну, это хорошо, на самом деле Пару раз я думал, что в начале Думал, что там точно кто-то не приедет В заднюю струю, вообще, понимаете? Вот, но в целом все хорошо С 9-го места мы добраюсь до 4-го Борьба была, то есть, так она Было мало обгонов, но при этом Как бы накал все равно держался, я пытался подобраться, подобраться и в итоге я смог это сделать Ехать с Антоном Бадоевым, Бабом Турмановичем Ну, Бабом Турмановичем, проблемы случились, поэтому проехали А с Антоном Бадоевым, да, у меня там вся, грубо говоря, весь заезд, были проблемы, ну, как проблемы Борьба, и в итоге я смог его опередить А может мне что-то свою машину рассказать? Ты у тебя сейчас используешь команду Carville Рейсов Это питерская команда, что это такое? Что это за контора? Ну, компания Carville, она занимается, в общем, похожим делом, как автомобилем Ее уходит 4 бренда, Лузар, Триали, Стартвольт, Аирлайн Каждый из них отвечает за направление, скажем так, в автомобилях Там Лузар занимается системой охлаждения Триали это подвеска тормоза и все остальное Все на гражданские машины Аирлайн, вы, возможно, видели, он, это аксессуарка, стартвольт, электроника автомобильная Стартвольт, генератор и все остальное Вот, но благодаря им, да, то есть все выступления, все вот эти, все движения То есть весь кайф, который мы получаем на гонках, которые подготовлены и все остальное То есть благодаря им полностью Вот, автомобиль у нас Польцваген Вольф Вот он, кстати, так выглядит Да, Польцваген Вольф 20СР Это полностью подготовленный автомобиль с завода 340 сил, стандартный мотор Просто другая прошивка стоит Цепитальная коробка Есть такие же еще автомобили с вариацией с DSG Они чуть-чуть помедленнее, ну, как помедленнее, тоже вот Сейчас ехали машины DSG и, в принципе, они себя неплохо чувствовали Довольно-таки уверенно, быстро ехали Все зависит от пилота Вот, но здесь более профессиональная подготовка Благодаря вот этой коробке Более тонкие настройки Благодаря подвеске, которая здесь стоит уже Ну, условно, смотри, от раллийной машины сильно отличаются? Да, конечно, да Конечно, абсолютно разные автомобили Абсолютно вообще все разное Автомобиль, он не может чисто физически уступать в ралли, даже если у него подвеску Ну, вот, соответственно, ралли на автомобиле, которые едут в российской кольцевой серии Это класс Touring Light Непосредственно сзади стоит, там, бывший автомобиль Это Peugeot Peugeot 208 класс R2 Тоже полностью заводская подготовка На заводе разработан автомобиль, так же, как и Golf В специальном подразделении спортивном Но он изначально заточен под ралли Классическое ралли Но в российском кольце есть такой класс как Touring Light И, в принципе, если ты меняешь подвеску Оставляя, при этом все остальное, там, коробки спитальные, все остальное То ты можешь ехать и на нервном автомобиле в Touring Light А это уже в том, что так не получится А это что вы делаете? Что это за установочные такие? Сейчас происходит настройка подвески Развал, так, не кину, это развал, углы Настраиваются углы Специальными приборами у него вмеряются Вот, и специальными тягами подкручиваются, настраиваются Можно тебе прохлечить, немножко рассказать, что ты на приборном подвеске Видишь, там, пока она горит? Да Можно туда подойдем? Можно туда подойти, чтобы парням не мешать там? Все, вот, окей Можно даже открыть дверь Сейчас он смотает ниточку, по которой настраиваешь Вот, то есть Посмотри, вот это приборная панель, да? То есть, в обычной машине мы там что видим? Скорость максимальная? А домикер там, я не знаю Вот у тебя тут что? Здесь, в принципе, все же самое Вот, только мы также видим, ну, непосредственно Ну, как правило, это не рабочая приборка, мы с ней не едем Мы обычно едем с приборкой, вот Здесь разные типы, разные режимы Вот обычно такая приборка То есть, уровень топлива Количество кругов, которые ты проехал, обороты непосредственно Время Так как здесь стоит специальная система, которая засекает каждый круг Вот И она, в принципе, носит GPS-спутник И тебе, там, короче, показывает время свое Вот Также, температура воды в моторе И Обороты, наверное Ну, вообще Нет, обороты Здесь скорость, здесь обороты Это керзанчик Вот То есть, это не очень надо Вот такая вот приборка Так она выглядит Основные отличия вообще Стандартного Гальфона То есть Обвес Определенный обвес Который позволяет Создать более лучшие Низкая машина, да? Соответственно Низкая, на самом деле У нее большие тормоза стоят В довольно-таки, там, 380-ый Стоит диск тормозной Четырехпоршневая система И шести Вот Мотор, как я говорил, у нас стоковый Совершенно стандартный Просто взята другая прошивка Залито сюда И мощностью 340 сил По Путящему моменту Порядка 400, наверное Вот Также специальная система Интеркулер Для лучшего охлаждения Ну это нестандартный, да? Интеркулер, я так понимаю? Ну Он Выдающийся какой-то Специальный Разработанный Обычный интеркулер Просто который вынесен наверх Чтобы благодаря Дополнительному потоку ветра Через Вот он отсюда Насасывает Воздух Выходит через интеркулер И вот сюда Это самым Охлаждает Охлаждает Двигатель Трубину Ну вот Нулевик Такой-то большой Дальше вот этот стоит Вот это Да Внутри фужиха А так Все то же самое Ну то есть Я, наверное, знаю Довольно Ширенные кухни Полностью Диспей-салон Смотри Кстати Вот Расскажи мне Куда крепится балласт Вот сюда Вот здесь лежит балласт Да Это какие-то блоки Какие-то металлические Что это? Ну, каждый по-разному Мы раньше Блины из спортзала брали Которые для штанги, да? Да-да-да Их сверлили И прикручивали к кузову Вот Так же Это у тебя что? Камера Самая фронтальная камера Которая запитывает всю гонку Это ты для себя Или это судейская китриска? А, судейский Определенно Это обязательства Перед судьями То есть Есть и какие-то Спорные моменты Чтобы можно было их посмотреть Берется Флешка из камеры И Снимается видео Вот это бак Судейный черный Вот это Топливный бак Да А как она заправляется Эта машина? Заправится через заднюю дверь То есть Подождите Я сейчас просто тебе задам вопросик Смотрите Вот есть Личок бензобака Да Или здесь что такое? Здесь В автомобиле Может быть И там Воздушная какая-то Воздушная какая-то Да Здесь специально стоят какие-то подвески Которая поднимает автомобиль Для дополнительных настроек И тому подобное И так далее Сейчас попросим Может даже поднимут машину Байерианш Можем поднять его? Да Это у нас Супер механик Валера Секретное оружие Он очень маленький и тоненький Вашевреков Подрезаешь от колес Как я Да И позволяет очень быстро Настраивать машину Вставляется Официальный пистолет Открывается И машина Снизу Можно видеть Там Сначала спереди Потом А потом Сзади Отлично Вот Все То есть специальные Штыри Которые находятся Непосредственно На этих вот Элементах Они выезжают Давление вниз И машина полностью Стоит Висит И можно проводить любые манипуляции А это просто заправочные Он заправляется? Да Он заправляется Вот так вот И туда вставляется Шланг А это что такое? Уровень топлива Для механиков Все, я понял Опускается воздух Угу Здесь очень большое давление Поэтому надо аккуратненько Ну вот Пошел воздух И через заднее отверстие Выходит воздух Все, автомобиль полностью опущен Воздуха там нету Штыри эти ушли обратно И закрываешь потом обратно Воздух 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 Воздух